Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Бытия» по тексту Геннадьевской Библии 1499 года в переводе издательства «Актион». И мы читаем следующий раздел. «Адам же познал Еву, жену свою, и, зачав, родила Каина, и сказала, создала человека Бога ради». Почему Ева произносит такие слова? В синодальном переводе они звучат как «приобрела я человека от Господа». Дело в том, что в раю людям было сказано, что от семени жены, то есть без участия мужского семени, в этот мир родится тот, который сокрушит главу змея дьявола. А дьявол будет жалить его в питу. Мы, люди, устроены так, что если мы имеем в перспективе что-то хорошее, мы хотим, чтобы это хорошее приблизилось к нам как можно быстрее. И наша праматерь Ева, она обманулась своей иллюзией. Ей показалось, что, может быть, и родился тот, который будет спасителем мира, но родился не спаситель мира, а первый человекоубийца на земле – Каин, который убьет своей рукою брата своего Авеля. «Хотя в Библии первым человекоубийцей называется дьявол. Он – человекоубийца от начала, то есть из кони. То есть за каждым убийством, кто бы его и где бы не совершал, стоит сам дьявол. Человекоубийца от начала. «И сказала, создала человека Бога ради, и потом родила брата его Авеля, и стал он пастырь овцам. Каин же возделывал землю». Вот здесь немножко непонятно. Авель занимается скотоводством. Но ведь люди тогда не вкушали мясную пищу, они вкушали только зелень, были вегетарианцы, в полном смысле этого слова. И разрешение вкушать мясную пищу будет дано людям только после потопа во дне Ноя и его сыновей, родоначальников человеческих рас, Сима, Хама и Яфета. Казалось бы, Авель занимается бесполезным делом. А как использовали овец? Ну, мы можем предположить, что стригли их шерсть, а главное, их приносили в жертву Богу. Представьте себе человека, который нигде не работает, изготавляет свечки, относит их в храм и во славу Божию их там ставит. Вот действие Авеля выглядит как бы лишенное практического смысла. Как сказано о духовном, судить может только духовный. Плотским людям кажется, что многие действия, которые мы совершаем верующие, они лишены изначального смысла. Акаин занимается земледелием, он кормилец, это все очень практично. В книге Иисуса, сына Сирахова, прямо сказано, что земледелие учреждено Господом, и его ремесло, оно, конечно же, будет востребовано во всех отношениях. И было так, прошло время, и принес Каин от плодов земли жертву Господу, и Авель принес от первородных овец его и оттуков их. Вот что поражает в этом тексте, Авель совершенно четко знает, как надо приносить жертву. От первородных стада оттука их. Он же не читал книгу «Левит», где подробно расписывается, как надо выбирать жертву, и что от нее надо приносить в первую очередь. И святителя Иоанн Златоуст в начале своих бесед на Евангелие от Матфея пишет, «Древние не имели нужды в Писании. Авраам, Исаак и Иаков общались с Богом непосредственно лицом к лицу, собеседуя с ним. Но коль скоро люди потеряли эту возможность непосредственно общаться с Богом, то как некое последнее средство им дано Писание. То есть на уровне священного предания они разумели все. Авель знает, как приносить жертву от первородных стада оттука их. Ной знает, какие животные чистые и какие нечистые. Авраам знает, что такое десятина, когда дает ее Мелхаседеку царю Салима. Иаков знает, что такое десятина по обету, то есть вся необходимая информация у них, конечно же, была. «И было так, прошло время, и принес Каин от плодов земли жертву Господу, и Авель принес от первородных овец его и от туков их. И призрел Господь на Авеля и на дары его. Каину же и жертвы его не внял». А как братья смогли распознать, что одна жертва принята, другая нет? Иосиф Флавий, древний историк, который жил во времена второго храма, в первом веке от Рождества Христова, он пишет, что на жертву Авеля огонь сошел с неба, а Каин так и не смог запалить свой жертвенник. Таким образом, им стало очевидно, что жертва одного принята, а другого нет. А в чем разница в этих жертвоприношениях? «Каин приносит жертву без пролития крови». Но Каин – кормилец, уважаемый человек в роду, в семье. Ему не стоило бы никаких трудностей попросить у Авеля овцу в жертву Богу, но он приносит жертву без пролития крови. Что это значит? Он не считает себя грешником. Он не считает, что первородный грех Адамовский тяготеет на нем. Он готов отвечать за свои личные какие-то преступления, точнее, проступки, но ничего серьезного за собой не знает. И напротив Каина Авель осознает, что преступление Адамова делает его грешником. Как псалмопевец Давид в псалмах говорит, «В беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя». Это 50-й псалом. Каин придерживается философии, что сын за отца не отвечает. В глазах Божьей правосудности действительно сын за отца не отвечает, но хороший сын всегда готов ответить и за отца. И когда Авель приносит жертву с пролитием крови, он показывает, что он осознает опасность прислушания родителей, что мы все наследуем Адамов грех. Как сказано в Новом Завете, как водами все умираем. И в книге Левит есть такой очень интересный пример. Это закон о мацоре или о проказе. Там сказано, если священника осмотрит прокаженного, и проказа будет местами на его теле, то есть где-то она есть, а где-то ее нету, то священник объявит его нечистым. Но если священник увидит, что он весь покрыт проказой, от темени головы до подошвы ног, священник объявит его чистым. Почему? Непонятно. Имеется в виду, что раскаяние должно быть всецелым. Как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И если на исповеди мы не находим для себя никакого оправдания, то Бог становится оправданием нашим. И когда псалмопевец Давид молился, научи меня оправданием, твоим, и тем самым он говорил, я не нахожу для себя оправдания, если только ты меня научишь неким оправданием. И оскорбился Каин очень, и поникло лицо его. Посмотрим, что об этом говорится у святых отцов. Блаженный Августин, это его послание 102, 16 раздел, пишет, говорят, христиане осуждают священные обряды, жетоприношения, всесожжения и прочее, что совершается при богослужении в храмах, хотя это самое богослужение было установлено, имя или почитаемым имя Богом еще в первоначальные времена, когда было решено, что Бог нуждается в приношении первин, первин, то есть первородных. На это надлежит ответить так. Поскольку данный вопрос возникает в связи с тем местом нашего Писания, где сказано, что Каин принес дар Богу от плодов земли, а вель же первородных от овец, то следует сделать вывод, что жертвоприношение – древнее установление, действительно установленное в древности. Причем истинное и священное Писание убеждает нас, что приносить жертвы следует только единому, истинному Богу. Однако Бог не нуждается в этих жертвах, ибо в том же Писании прямо утверждается, «Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе», то есть Господу, не нужны. Псалом 15, стих 2. «Принимая или отвергая жертвы, Бог лишь подает тем самым совет человеку». Таким образом, наше богослужение приносит пользу не Богу, но нам самим. И преподобный Ефрем Сирин дает объяснение. «Авель был рассудителен, делая жертвоприношение, а Каин нет. Авель выбрал и принес в жертву лучших ягнят из первого приплода и самых жирных. А Каин принес или молодое зерно, или плоды, которые созрели одновременно с молодым зерном. Его жертва была более скудной, чем жертва брата его, Авеля. Но если бы он принес ее не с пренебрежением, то и она была бы угодна Богу, как приношение его брата. Когда принесли они жертвы, один – агнцы из стада своих, а другой – плоды земные, то поскольку Каин уже при самом первом жертвоприношении высказал свое небрежение, Бог не восхотел принять от него жертвы, чтобы научить его, как следовало бы это делать». Это конец цитаты. Итак, Господь не нуждается в целых мирах. И в Псалмах сказано, Господь говорит, «Мне не нужны жертвы ваши, все звери, весь скот, все это принадлежит мне. Бог ищет нашего усердия и нашего благоговения». Почему в жертву приносили люди то, что они ели? Жертвуя от своей собственной пищи, они жертвовали от того, что добывалось с людьми в те времена очень тяжело. Что означало жертва, когда проливалась кровь? Это заместительная жертва. Этим самым приносящий жертву, как бы говорил, «Это меня надо зарезать». Но вот эта жертва – заместительная жертва. И все эти жертвы, особенно кровавые, указывали на жертву Христа, который приносит совершеннейшую жертву Богу Отцу. И так Каин огорчился очень и поникло лицо его. И сказал Господь Бог Каину, что оскорбился и почему поникло лицо твое. «Не правда ли, если праведно приносишь праведное, твое не разделишь? Если согрешил, умолкни». То есть останови движение чувств греховных. «В тебе влечение ко греху, и ты тем овладай». «Овладай». В синодальном переводе «Грех влечет тебя, но ты господствуй над ним». Что значит призыв Бога по Геннадийской Библии? «Умолкни». То есть останови греховное рассуждение в своем сердце. Зависть проникла в твое сердце. Она может породить ненависть к брату. А гневающийся на брата своего уже человек-убийца. А первый человек-убийца от начала сам дьявол. И всякий творящий грех есть от дьявола. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем на поле». Авель не мог отнестись к этим словам Каина с недоверием. Тогда еще не было в этом мире ни одного подобного преступления. Это если к нам подойдет человек на улице и скажет «Пойдем-ка в поле куда-нибудь». Конечно, мы испугаемся. «И было так, когда были они на поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Причем есть древнее предание, что когда Каин напал на Авеля, Авель одолел Каина. Каин стал просить прощения. Авель его простил. Но как только Авель повернулся спиною к Каину, тот нанес смертельный удар. «И сказал Бог Каину, где Авель, брат твой?» Вот Бог хочет знать, где твой брат, где твой племянник, где твоя сестра, где твоя тетка, где твоя мать. Бог хочет задать нам такой вопрос. «Где твои крестники?» «Где Авель, брат твой?» Он же, то есть Каин, сказал, «Не знаю, разве я сторож брату моему?» То есть он отторгает себя от собственного родства. А апостол Павел в послании Тимофея пишет, «Кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. И сказал Бог, что это сотворил ты? Голос крови брата твоего выпьет ко мне от земли». В еврейском оригинале слово «кровь» во множественном числе. И древние экзогеты давали такое объяснение, так как это было первое убийство, Каин наносил многие беспорядочные удары, то есть не сразу смог умертвить своего брата. И было много крови. Но есть другое объяснение. Убивая праведного и благочестивого человека, убийца умерщвляет возможных его праведных и благочестивых потомков, которые могли бы породиться от него и пресекается целый род. «И сказал Бог, что это сотворил ты? Голос крови брата твоего вбьет ко мне от земли и ныне проклятый от земли, которая разверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». Земля как бы соучастница преступления, она как бы прячет кровь, а ведь земля – это удел змия, который ползает во прахе, питается прахом по Библии. Господь продолжает говорить, «Так как возделываешь ты землю, не приложит она более силы своей давать тебе, стонущим и трясущимся будешь на земле». И сказал Каин Господу, «Больше вина моя, чем просить можно, и если изгонишь меня сейчас от лица земли и от лица твоего скроюсь и буду стеная и сотрясаясь бродить по земле и будет так, что любой нашедший меня убьет меня». Почему у Каина возникла такая мысль, что теперь на него будут бросаться с целью убить его? Есть древнее предание, в котором рассказывается о том, что когда Каин убил Авеля, брата своего, за всем этим наблюдали животные, а животные до этого были все целопокорны человеку, боялись человека, потому что Бог отдал всех животных во власть человека. А ощутив запах крови человека, они озверели и стали бросаться, рычать на Каина, и он был в ужасе, что всякая тварь, встретившись с ним, может его убить, имея в виду, конечно, и людей, своих братьев, сестер, которые могут воздать ему за его преступление. «И сказал ему Господь не так всякому убившему Каина семижды отмстится» дословно это можно перевести как «в седьмом поколении воздастся» и положил Господь Бог знамение на Каине, чтобы не убивать его всякому встретившему его. Знамение, конечно, предназначалось не для животных, для людей, которые могли встретить Каина и распознать это знамение, но в некотором смысле может быть и для животных, потому что по поводу этого знамения есть несколько истолкований. Очень древнее истолкование, что Бог написал две буквы от своего имени на челе Каина и это был знак, что он под властью Бога. Есть другое объяснение на Востоке, Бог приручил ему собаку и собака стала отгонять зверей всяких от него, защищать его, сообщать ему громким лаем об опасности. Есть объяснение, что внешность Каина сильно изменилась, он покрылся шерстью, стал как зверь и рог вырос на его лбу. Все эти предания для нас очень интересны и далее мы читаем «Ушел Каин от лица Божия и вселился в землю Наид напротив Эдема». Напротив Эдема поселились прямо напротив Адам и Ева с детьми. А Каин еще дальше уходит от Эдема. То есть человечество все дальше и дальше удаляется от рая сладости. А что значит удаление от рая сладости? Это приближение к аду. И Христос говорит «Широкий пространный путь, многие идут по нему, но конец его, плач и скрежет зубов в аду». «И познал Каин жену свою, и зачав родила Еноса, и построил тот град, и поименовал град во имя свое Енос». На самом деле в оригинале говорится о том, что он строил град. Как сказано в Библии, «В суе трудятся зиждущие, если Господь не благословил их». Град, который строил Каин, это был долгострой, который он так и не достроил. Все, что делает нечестивое, это долгострой, который не увенчается успехом. Они любят все превращать в грязную стройплощадку, проявляют некий энтузиазм, но, начав что-либо, никогда не завершают до конца. «Родился же у Еноса Гайдат, и Гайдат родил Малалейла, и Малалейл родил Мафусала, и Мафусал родил Ламеха, и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Села». Вот Ламех это как раз седьмое поколение от Адама, то самое поколение, о котором было сказано Каину, что в седьмом поколении он понесет наказание. Ламех берет себе две жены, это первые, кто вводит многоженство, поэтому многоженство это рецидив каянитского сознания. Ламех это каянит. Одна жена бралась для блуда, другая для чадородия. Та, которая бралась для чадородия, она считалась неприятной, она все время животом ходит, у нее все время какие-то проблемы. для чадородия это ада, осела или цила, циля, она была взята для блуда. Ее фигурку надо было беречь. И родила ада и авида, сей был отец живущим на пастбищах скота. И имя брата его и увал сей был первый научившийся пению и игре на гуслях. Вот здесь мы видим, что игра на гуслях тоже каянистское изобретение. И известно, что когда преподобный Феодосий Киев-Печерский однажды был позван к княжескому двору, и там играли на этих гуслях всяких свистелках, веристелках, и он опечалился, его спросили, почему-то опечалился отчего, он сказал, а так ли вам будет весело на том свете. Сей был первой научившейся пению и игре на гуслях, села же, то есть предназначенная для блуда, все равно она зачала, родила фавела, и сей был малотобоец, то есть кузнец, ковыч меди и железо, сестра же фавелова ноема. Фавел это в синодальном переводе Тувал Каин. Тувал Каин это изготовитель орудия смерти, это родоначальник военно-промышленного комплекса, все, которые кормятся и зарабатывают на изобретение смертоносных орудий, это дух каинитства, это продолжатели Каина. И далее описывается трагедия, которая происходит и которая была предсказана Богом. И здесь мы видим иллюстрацию из лицевого свода, которая является наглядным комментарием. Но мы прочитаем, что говорится далее. Сказал Ламех своим женам Ада и Села, услышьте голос мой жены Ламеховы, слушайте мои словеса, так как мужа убил я в язву себе и юношу в рану мне, то если седмицею отомститься, то есть отомстилась за Каина, за Ламеха же 70 раз седмицею. О чем он говорит? И вот эта иллюстрация показывает, что Ламех любил ходить на охоту. и у него притупилось зрение и он брал с собой на охоту Тувал Каина Фавеля и Тувал Каин показывал ему пальцем куда стрелять. Тувал Каин изготовлял эти стрелы, эти луки и вот Тувал Каину показалось, что он видит какое-то животное. Этот Тувал Каин Фавель он показывает направление, в котором надо стрелять. Ламех стреляет, стрела попала, они подходят смотрят, а это Каин убит. От ужаса Ламех, что он убил своего праца, ударил Фавела Тувал Каина и забил его. И вот эта иллюстрация в лицевом своде московском XVI века, она как раз является комментарием к тексту. Сказал Ламех своим женам Ада и Села «Услышьте голос мой, жены Ламеховы, слушайте мои словеса, так как мужа убил я в язву мне». А почему в язву мне? Потому что это его праотец. «Как мужа убил я в язву себе и юношу в рану мне», ведь это же его сын, «то если седьмицу отомстится за Каина, то есть если в седьмом поколении возмездие настигло Каина, за Ламеха же 70 раз седьмицу». И посмотрите комментарии Блаженного Августина на текст из Евангелия от Матфея, когда Петр спрашивает, сколько раз прощать брату, до семи или раз, Христос отвечает, не говорю, что до семи раз, а до семи или си семи раз. Что говорит Ламех? Да, Ламех каянит, да, Ламех грешник, Ламех совершил двойное убийство, Ламех вел многоженство, но Ламех кается перед женами, кстати, Златоуст его хвалит за это, Августин пишет, Ламех за свое покаяние перед женами, которые были в подчиненном отношении к нему, сподобляется пророчество, и он видит, что в 77 поколении от Адама, а тогда Адам еще был жив, и от него отчитывается число 77, придет тот, на котором будет возмездие за грехи всех, от первого человека Адама до Ламеха, до Каина и до тех людей, которые будут жить на всем этом протяжении. Он узрел Христа Иисуса, проявив покаяние, этот человек сподобился созерцанию Христа, который есть искупитель всех наших грехов и преступлений. Познал же и Адам жену свою, изучав родила сына и поименовала его Сиф, глаголе «воскресил Бог мое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Бог не хотел, чтобы в мире жили только потомки Каина. Он попускает, что у Адама и Евы рождается Сиф, родоначальник праведной ветви. И это было благословение. У Сифа был сын и дал он имя ему Энос, сей стал призывать имя Господа Бога, сия книга бытия. Что значит сей стал призывать имя Господа Бога? А что до этого никто не призывал имя Господа Бога? А кому они приносили жертвы? Это нелогично. Есть объяснение, не все отцы его разделяют, что в те времена упадок обнаружился даже у сифитов. И появились люди, которые стали называть Господом Богом то, что Господом Богом не является. «Они смотрели на Солнце и говорили это Бог. Они смотрели на Луну и говорили это Бог. Они смотрели на животных и говорили это Боги». Сначала все эти люди, как учат древние экзегеты, они признавали наличие одного Бога. А потом они стали рассуждать так. Мы не можем общаться с Богом напрямую. Вот у Бога есть помощники Солнце, Луна, звезды. Мы будем через них. И они стали молиться Богу через эти творения. А потом забыли совсем о Боге. Потому что Солнце видно на небе и Луна видна и звезды ночью. А как сказано Бога никто никогда не видел и видеть не может. И Единобожие стало пропадать из этого мира. Почему ангелы херувимы закрывают свои лики когда восклицают свят 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 Господь Бог. Они делают это с одной целью чтобы не принять за Бога то что Богом не является. ибо принц поединобожие одинаково священны для всех и для человеков и для ангелов сказано Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Если будем живы Господь позволит в следующий раз мы продолжим наши беседы по книге Бытия по тексту Геннадьевской Библии 1499 года в переводе издательства Актион. Спасибо всем Господь.